И здравствуй, Ютюб! С вами Диза Хайш и вы смотрите пятую серию приключений на хардкоре на Цвэлз. Итак, у меня здесь получилась небольшая перестановочка. Я здесь себе подготовил место под алтарь для инфузии из Саункрафта. Я на самом деле не знаю, куда его еще деть и не уверен, что я буду прямо вот сейчас заниматься Саункрафтом, но решил, что все-таки место здесь подготовить можно. В связи с этим, если я перенес кроватку на свою верандочку, поставил здесь радио из OpenBlocks, потому что нашел капсулу. Такая вот штука, называется SanyMix радиостанция, но, естественно, включать я ее на записи не буду. Дабы не нарваться на нарушение авторских прав. Вот, немножко себе доделал домик, все-таки, наконец, застеклил все то, что должно было быть застеклено. И теперь мне здесь хорошо и уютно, зомби меня больше не беспокоят. Но, кроме всего прочего, я себе еще и немножко подправил дверку. То есть у меня есть теперь такая вот странная, пока не очень симпатичная конструкция, но при всем при этом она рабочая. И с этой стороны тоже самое. Единственное, что, если, допустим, я каким-то образом вышел из дома, не знаю, там по книжке или как-то еще на улицу, то вот отсюда я открыть дверь не могу. Мне это тоже не очень нравится, поэтому я думаю, что сегодня, к концу серии, мы это дело с вами поправим и заменим рычаг на большую кнопку из Open Blocks. Ну, посмотрим. В любом случае, я, как и обещал, за кадром себе сделал Magma Crucible и Fluid Transposer. Так что, в принципе, теперь мы с вами полностью подготовлены к развитию Storm Expansion от начала до конца. Правда, я не успел себе отсортировать ящики, потому что я все еще не понимаю, каким образом это делать. Чем я хочу воспользоваться. Возможно, я хочу себе сделать ящики из Better Storage, или, возможно, я себе здесь поставлю Iron Chester, или, возможно, я здесь себе поставлю Barrele. Ну, в общем, пока не знаю. Так что будем мы с вами еще некоторое время путаться с тем, где у нас что лежит. При всем при этом, я себе, опять же, за кадром подготовил приличное количество Елориума и, собственно, графита. Потому что мы с вами в этой серии собирались себе все-таки сделать человеческую энергию. Кстати, да, у меня вот здесь шахта. Обожаю все-таки дроубриджи. Прямо мой любимый блок, наверное. Вот. Я себе, собственно, подвальчик тоже подготовил к необходимому, как сказать, виду привел. И вот сюда у меня будет выходить мой шнурочек, мой кондуит. Вот здесь я себе буду ставить реактор. В принципе, я так что-то подумал, что мне, наверное, не нужно такое количество энергии, по крайней мере, в начале, пока у меня нет Аплайт Энергистикс, или каких-либо других машин, которые будут эту энергию успешно кушать в больших количествах. Поэтому, наверное, начну я с самого простенького реактора. Я его сделаю 3 на 3. Единственное, что в высоту, я думаю, я его сделаю у блоков 5, предположим. В любом случае, мне нужен графит, мне нужен Елориум. И, наверное, стекло еще понадобится. С чего у нас начинается любой реактор? Если бы я еще помнил, как эта штука называется. Называется она реактор-кейзинг. Такая вот штука, штукинция. О, мне еще нужно же, оказывается, железо. Кстати, с этим может быть проблема. Про железо-то я успешно и забыл. Хотя, вроде как, я его тут в каком-то количестве делал. Да, нет, все нормально. Хватит, я думаю, нам с вами железо. Единственное, что вот этих вот самых кейзингов, я думаю, что мне понадобится стак, как минимум. Возможно, больше. Но явно никак не меньше. И у меня что-то закончилось. Закончился у меня графит. Графит у нас делается из угля. Это хорошо, потому что уголь у меня еще есть. А вот энергии у меня уже нет. Ха-ха. Ладно, давайте тогда пока еще 16, скажем, угля запихнем в наш генератор, чтобы дать немножко энергии нашей печке. Я пока, собственно, вот таким вот образом питаю свой thermal expansion. Вот у меня генератор стоит. Все тот же самый, фернес-генератор, который у меня был на старой базе. 16 угля, я думаю, хватит на то, чтобы произвести необходимое мне количество графита. Как-то тут, да, прибавляется энергия. Графит готовится. Так, ладно, пока у нас есть 48. Давайте подумаем, что нам нужно еще. Нам еще нужно Elorium Fuel Rot в количестве 1, 2, 3. В количестве трех. Здесь опять нужен графит. И нам еще нужны, наверное, реактор Glass. Не против я был бы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первый раз, на самом деле, делаю эту штукенцию в... Ну как, в летсплеях. То есть я игрался с Big Reactor столько в обзоре. Можно поспать, действительно. Пока у меня графит там все равно жарится. Вот. О чем бишь я? А, ну да. Так что сейчас, наверное, буду немножко тупить. Если вы видите чат, то теперь уже знаете, что у меня какие-то странные проблемы в связке Camera Studio плюс Zens Minimap. Исключительно на этой сборке. То есть на моей Spotlight сборке это почему-то работает. Здесь это почему-то не работает. Я не знаю, с чем это связано. Ну ладно. Так, мне еще нужен Power Tap обязательно, для того, чтобы вынимать из нашего реактора, собственно, ту энергию, которую он производит. Давайте ее сделаем. Мне нужны вот такие вот штуки, желательно две. Ух ты, здесь сундук, нужен и поршень. Ууу, как все интересно. Так, сундук и поршень. Возьмем 4 Redstone, наверное. Кабл. Нету кабла. Ну, мы знаем, где взять кабл. Я вот сюда, собственно, начал скидывать всякое свое барахло. Даже немножко Незерека. Мне, собственно, пришлось сходить в Незер для того, чтобы себе сделать Незербрики. Совершенно, я думаю, понятно и логично. Зачем мне были нужны Незербрики? Они мне были нужны для Магма Крузобла. Не то. То. Два поршня. Так, сундука два еще нужно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И два сундучка. И вот эти штуки. Готово. Два Access порта. В один мы с вами будем запихивать наш Елориум. Из другого будем убирать отходы. Так, реактор RedNet порт пока не нужен. Компьютер порт не нужен точно. Кулант порт не нужен. Control-Rod. Обязательно без него никуда. Здесь опять нужен графит. Кстати, как здесь наш графит? Я думаю, что некоторое количество у нас 30 уже есть. Он даже почти доделался. 31. И давайте дождемся последнего. 32. Кстати, чувствую, что как бы мне пришлось сейчас идти искать уголь. С такими-то запросиками, так сказать. Один Control-Rod пока у меня будет. Потому что у меня будет, соответственно, один стержень. И вот этих штуки мне нужно. Три. Раз, два, три. По всей высоте реактора. Пока он будет вообще без охлаждения. И, собственно, что? У меня, наверное... Да почти все есть, кроме контроллера. Или я себе делал контроллер? Нет, я себе вряд ли делал контроллер. И почему-то я его здесь не могу найти. Где же это есть-то? Это турбина уже пошла. Турбина, турбина, турбина. Это как так? А, вот он, контроллер. А почему я его не сделал? Тут алмаз нужен. Как-то я его так пропустил. Алмазик. Контроллер. Готово. Все, вот вроде как теперь есть все. Давайте попробуем... А, ну, кстати, нужно еще наделать блоков-то. Вот этих вот. А то их точно не хватит. 40. Теперь, возможно, хватит. Давайте попробуем... Эй-эй. Его поставить. И посмотреть. Что мы сможем с этим сделать? В принципе, что хорошо в бик-реакторах, их можно расширять, в принципе, на почти любое расстояние. Сделать красиво или сделать продуктивно? Сделаю продуктивно. Будет у нас вот здесь начинаться наш реактор. Раз, два, три, четыре, пять. И прямо до потолка. Потолок сделан из земли. Не обращайте внимания. Она, правда, немножко обработана чизлым. Но при всем при этом это просто земля. Если вы не смотрели мой обзор по бик-реакторс, то я вам сейчас постараюсь рассказать, что я делаю. Мультиблочная структура, которая представляет нам реактор, она очень похожа на цистерну из Railcraft. То есть все ребра у нее должны быть вот из этих вот реактор-кейзен. Без вариантов. Вот здесь, в принципе, мы могли с вами поставить что-то другое. Но не будем этого делать пока. Сверху нам нужно поставить реактор Control-Rod. И под него нам нужно поставить вот эти вот штуки. Но сначала нужно закрыть выход. Точнее, не выход. Ой-ой-ой-ой. Стенки нашего реактора. Ну, допустим, при помощи стекла. Здесь мы, опять же, можем использовать любые блоки. Не обязательно это должно быть стекло. Просто стекло это немножко симпатичнее. Мы с вами не будем иметь доступа к нашему контроллеру. Но, в принципе, ничего страшного. Я думаю, что там особенно нам с вами нечего и делать. Так, вот здесь надо поставить два. Вот здесь надо поставить два. Здесь у нас, соответственно, будет Access-Port на вход и Access-Port на выход. Здесь будет на выход. И, допустим, вот здесь, наверное, будет на вход. Здесь будет стекло. Здесь будет стоять еще реактор-контроллер. Потому что нам нужно как-то нашим реактором управлять. И вот здесь будет стоять PowerTap. Откуда у нас будет выходить энергия. Все, у нас сформировался наш реактор. Кстати, вот эту штуку нужно переключить на Outlet. Чтобы отсюда мы с вами могли забирать всю эту штукенцию. И теперь что? Теперь нам нужно, по идее, вот сюда вот запихать. Ой, не сюда. Где мой вход? Вот сюда. Запихать наш Elorium. И при помощи нашего контроллера, по идее, реактор можно уже сейчас будет включить. Хотя давайте это, наверное, и сделаем. Activate. Мы уже с вами вырабатываем... О-хо-хоу! Как много Redstone Flags мы с вами вырабатываем. 860. Может быть, даже немножко побольше будет. И у нас во внутреннем буфере уже накопилось какое-то количество энергии. Давайте по-быстрому начнем делать кондуиты для того, чтобы эту энергию передавать в нашу систему. Так, кондуиты. Redstone Energy Conduit. Energy Conduit. Вот такая вот штука. Нам его нужно заливать Redstone, это я совершенно точно помню. А сам он делается из электрума... Ой, упрочненного стекла. А здесь нам нужен Obsidian и Lead перемолотый. Obsidian у меня есть два. Возможно, мне сейчас придется себе восстанавливать систему по производству Obsidian. Так, в Pulverizer это дело делается. И нужно у него отключить выходы. И Lead. Наш свинец. Где бы нам тебя найти? Tin Silver Lead. Хотя, насколько я помню, там нужно 8 Obsidian. Привет, Tocs. Так. Потому что, насколько я помню, нам требуется 8 Obsidian на одну пыльку для того, чтобы получить одно стекло. Это, конечно, грустно. Где наш Induction Smelter? Сколько мы, кстати, получим в итоге отсюда стекол? Два. В принципе, возможно, мне этого хватит на начало. Электрум, электрум, электрум. Я совершенно точно помню, что я тебя делал. Давайте сделаем. О, так это 12 кондуитов. Этого мне, на самом деле, пока хватит. Но, конечно, систему по производству Obsidian надо восстановить. Без нее как-то грустно. Так. Теперь нам нужно это дело залить жидким редстоуном. Насколько я помню, у нас на одну такую штуку уходит 2 редстоуна. То есть мне нужно 24 редстоуна. Вот так вот можно сделать. Соответственно, запихиваем это дело в Magma Crucible. И процесс пошел. И сюда кладем наши кондуитики. Что, нет? Я не прав? Нет, я прав. Все отлично. Так, а внизу тем временем у нас уже должна быть энергия. По идее, наш реактор сам отключится, когда у него заполнится внутренний буфер. Но думаю, что у него, наверное, елориум быстрее съестся. А может быть и нет. 2% деблит. В принципе, у нас с вами вот сюда автоматически должен поступать отработанный елориум. Который называется, кажется, сианиум или сианид. Как-то так. Так, здесь у нас все закончилось. Убираем отсюда наш генератор. И сколько мне нужно? Раз, два, три, четыре. Пять. Ой-ой-ой-ой. Видимо, я это дело потащу в стене. Таким вот образом. Будет, наверное, не очень красиво. Хотя, знаете что? Я могу вот так сделать. Я думаю, что вот здесь одну дырку я переживу. Потому что, несмотря на то, что я обновил конфигурацию Chisla и микроблоков, я все еще не могу делать микроблоки из Chisla. Видимо, в этой версии это работает либо как-то не так, либо не работает вообще. Что, конечно, весьма грустно. Ну, что поделаешь. С другой стороны, я могу здесь просто сделать какую-нибудь дырочку. Из, не знаю, обычного кабла. Не так принципиально. Хотя, конечно, хотелось бы все сделать красиво. Ну, если уж не получается, что делать. Так, здесь у нас 12 кондуитов сделалось. Давайте попробуем узнать, хватит нам этого или нет. Есть у меня ощущение, что не хватит еще буквально парочки. И мне придется сейчас все-таки восстанавливать себе обсидиановую ферму. Если это можно так назвать. Раз, 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 раз. Хи-хи-хи, смотрите. Четко. И энергия отсюда никуда не уходит. Потому что наша... Да нет, должна принимать. Почему ты не работаешь? Чего я делаю не так? Это же Power Tap. Power Tap. Ням-ням-ням. Чего не так? Что, нужно другую ячейку, что ли, составить? Как у нас, кстати, делается Red Stone ячейка? Да что такое, почему я опять русский? A Stone Energy Cell. А, нам нужен здесь еще Harden Glass. Ладно, давайте восстановим себе обсидиановую ферму. В принципе, это в любом случае надо делать. И куда-нибудь уберем генератор из инвентаря, чтобы он нам не мешался. Вот здесь у меня машинки. Здесь у меня стоит Actius Accumulator и Ignius Extruder. Так, кроме того, мне нужно себе сделать пару ведер. Для бесконечного источника воды. Все ведра понадобятся, поэтому я их, собственно, и делаю. Два сразу. Я здесь себе, собственно, посадил кактусы и начал выращивать тростник. К сожалению, пока ни то, ни другое не растет. А время не прошло прилично. Наверное, нужно как-то поближе их, что ли, поставить. Возможно, да хотя нет, должен быть тот чанк загружен. При таком радиусе зрения. Так, вот только вопрос, где я хочу себе построить эту маленькую ферму обсидиана. Потому что сюда она... Ну, вот сюда, конечно, можно было бы ее поставить, но это не очень, наверное, правильно. К тому же у нас лава с вами все-таки, допустим, вот сюда вот идет. Возможно, я здесь потом себе сделаю какой-нибудь... Ну, допустим, если реактор расширять не буду, сделать вот здесь там какую-нибудь систему по хранению лавы. Возможно, цистерну из Railcraft. Давайте, наверное, куда-нибудь вот сюда его тогда выведем. Соответственно, наш бесконечный источник воды должен быть вот здесь. Раз, раз, раз. И бесконечный источник. Сюда и сюда. Сюда. Ну и, допустим, давайте сюда уж, что ли, тоже выйдем. Так, два ведра у меня есть. Acquius Accumulator. Звучит, как какое-то странное заклинание. Давай, ставься. Собака страшная. Так, поставился. А Fluiduct я с собой, конечно же, не взял. Какой я молодец. Есть ли они, кстати, еще у меня? Тоже вопрос. Хотя, наверное, должны быть где-то. О, есть. Аж 10 штук. Они, правда, опять же, обычные. Ну и ладно, у меня пока нет обсидиана на то, чтобы сделать себе упрочленное стекло. Чтобы сделать модные Fluiduct. Так что обойдемся обычными. Так, вот сюда у нас будет приходить вода. И вода пошла. И делаем мы обсидиан. Вот здесь нам с вами нужно закрыть дырочку. Так, куда теперь этот обсидиан помещать? Я на самом деле думаю, давайте-ка его будем помещать в бочку. Как у нас делается бочка? Берл. Бочка у нас делается из цельного дерева. Из сундука. Да, у меня, наверное, все цельное дерево ушло на доски. Есть три штуки. Этого маловато. Но у меня есть мой топор. Мой верный топор. Там, правда, ночь. Ну, ладно, я думаю, что сходить и срубить дерево мы с вами успеем. Я на самом деле не хочу вот это дерево убирать. Оно мне почему-то нравится. Хотя, конечно, такое царь-дерево мне бы сейчас помогло. Ладно, при всем при этом топорик у нас работает шустро и быстро. Я думаю, что еще вот это. И нам вполне хватит на одну бочку. Потому что больше нам не надо. Десять у нас дерева появилось. Листва опадет сама. Все отлично. Как же мне нравятся Найтблумы. Кстати, вот так вот они выглядят ночью. Если только кто не видел. Так, теперь нам нужно сделать себе сундучок. Из чего будем сделать сундучок? Где-то же у меня были страшные красные доски. Куда я их делал? Вот они. Семь, восемь. Надеюсь, что сундук хотя бы не будет цвета розового. Да, он будет самый обычный. Ура. Так, и слэб. Слэб у нас есть. Бревна. И сундучок. Бочка. Она будет у нас без апгрейдов. И, в принципе, эти апгрейды сейчас не сильно нужны. Потому что обсидиана нам нужна с вами все-таки не тонну. У меня настолько лавы не будет. Так, и вот как бы здесь еще провести, кстати, лаву. Учитывая то, что мы с вами не можем закрывать флуидакты крышками. Это, конечно, да. Грусть, тоска. Видимо, у нас здесь будет с вами открытая труба. И более того, сюда же нужно еще будет ставить пока что наш вот этот вот контейнер. Если, допустим, я его буду ставить сюда. Да, ладно. Фиг бы с ним. Раз, два. И снизу вход. Отлично. У меня тут уже даже почти все так же настроено. Так, а выплевывать мы это дело будем наверх. И выход сверху. Снизу у нас вход. Так, то есть, по идее... Где мой ключик? Если мы сейчас с вами подадим туда лаву, у нас должен начать производиться обсидиан. И, кстати, обсидиан, это, конечно, хорошо. А почему все-таки у нас не работает реактор? Так, пошел процесс. Кстати, здесь закончилась лава, но благо я знаю, где ее найти. Отлично, обсидиан сюда начал попадать. Оказывается, в эти бочки можно загружать снизу. На самом деле, я очень опасался того, что это сделать нельзя. По этому поводу очень переживал. Так, давайте с вами... У меня есть пару велер. Сходим по-быстрому за лавой. Я вам буквально в двух, что называется, секундах покажу, что у меня есть в итоге получилось. Это самая неудачная шахта, которую я когда-либо в жизни строил. Потому что в ней ресурсы, конечно, есть. Но вы знаете, как я, наверное, делаю. Я спускаюсь на десятый уровень по оси Y. И копаю вот так вот, направо-налево. Так вот, здесь, куда бы я ни копал, здесь везде эта долбанная лава. Причем вообще везде. Я не смог найти ни одного места, где ее нет. Я, если вы, кстати, посмотрите на карту, вы увидите, что я просто живу в каком-то местном филиале Незера. Что является очень странным для меня. Ну, давайте, тем не менее, попробуем здесь набрать немножко лавы. Вот, ну, что, увидимся наверху. YouTube-реактор внезапно заработал. Как только у него переполнилось его внутреннее хранилище, он начал энергию отдавать. Я, если честно, не помню такого странного поведения реактора. Ну, возможно, я что-то где-то сделал не так. И, кстати, у нас уже начал появляться сианид. Ну, не знаю, ладно. Главное, что теперь энергия туда пошла. Это хорошо. При всем при этом мы с вами же делали отличную вещь. Так, а ты теперь почему не работаешь? Потому что я забыл открыть здесь вход. Под названием ячейка. Так что давайте сделаем себе еще немножко Harden Glass. И попробуем все-таки сделать ячейку. А после этого мы сможем себе наконец-то, наконец-то, сапгрейдить джетпак. Потому что этот джетпак, конечно, всем хорош, кроме одного. Он, ну, очень быстро заканчивается. Так, это у нас будет, кстати, еще на 4 всего, на всего стекла. Нужно, наверное, сделать еще немножко обсидиана. Лед у нас где-то здесь есть. Как раз, кажется, 4 штуки есть. 3. Давайте еще 3 здесь запулверизим. Иди сюда. Ты иди сюда. Ты пока здесь готовься. Так, что нам нужно еще все-таки? Redstone Energy Cell. Так, электрум у нас есть. 4 стекла, 1 алмаз. 1 алмазик. Ага, вы не можете меня сожрать, негодяи. Электрум. 1, 2, 3, 4. Паучок, ты тоже не можешь меня сожрать. Я все застеклил. Я хитрый. Так, обсидиан закончился. Ну ладно, у нас есть 4 стекла. Нам этого вполне хватит на ячейку. Теперь нам ее нужно залить, кажется, 400... А, 4000. Это 40 Redstone. 32. 32. 40. Плавься. Заполняйся. Как там наш реактор? Кстати, надо бы, наверное, попробовать сделать себе еще и айтем такты, для того, чтобы отсюда забирать вот этот вот самый цианид. Насколько я помню, он, во-первых, конечно, нужен на производство турбин. То, что мы с вами делать вряд ли будем. И, по-моему, его еще можно каким-то образом было обжаривать. В специальной печки. Только вот я уже не помню, зачем это нужно было. Ну ладно, разберемся по ходу дела. Ну ладно, разберемся по ходу дела. Так, пока у нас эта системка... 16 обсидиана. Пока у нас с вами эта системка работает. Давайте-ка мы попробуем сделать что-нибудь с дверями. Что именно мы хотим сделать с дверями? Как я уже говорил, я хочу это дело активировать по кнопке. Чтобы я смог как в одну сторону ходить, так и в другую, если что. Ну и все-таки кнопка, я думаю, здесь будет смотреться лучше, чем рычаг. Мне единственное, что, как вы знаете, эти штуки высовывают, собственно, содержимое. То, что в них лежит. Когда у них есть Redstone сигнал. При всем при этом кнопка, когда она будет отжата, естественно, никакого Redstone сигнала давать не будет. Поэтому нам нужно с вами сделать две штуки под названием Node-gate. Из Project Red. То, что у нас было в свое время в Red Power. Я, насколько помню, себе подготовил все необходимое для того, чтобы это сделать. Раз, два. Превосходно. У нас с вами все есть. Остатки, я думаю, я, собственно, сюда же и сложу. Так, единственное, что мне теперь нужна отвертка из этого же мода. Она делается из двух лаписов. У меня, кстати, вроде где-то был лапис, я, по крайней мере, очень надеюсь. Потому что я его совершенно точно находил, как мне кажется. Так, и железо три штуки. А вот с этим, похоже, что, беда совсем? У меня закончилось железо? О, какой ужас. Так, ладно, я копать. А, итак, я себе набрал немножко железа. Конечно, не очень много, но мне его должно хватить. И еще я себе делаю Red Alloy инготы для того, чтобы из них сделать проводочки. Но сначала, все-таки, давайте себе сделаем отвертку. Отвертку. Чтобы нам было проще общаться с нашими вот этими штуками, нотгейтами. Так, и кроме того, я здесь себе начал делать большие кнопки и потом забыл. Большая кнопка делается вот таким вот образом, все просто. В чем ее отличие от обычной кнопки? В том, что ей можно задавать степень задержки. То есть, в моем случае, я себе возьму два стека каблы. И теперь вот отсюда уберу родственного сигнал. Блин, а тут ночь и тут крипер. Это я как-то, наверное, не вовремя начал этим заниматься. Вот собака страшная. Он меня еще и взорвал немножко. Ну, ладно, давайте попробуем все-таки все это дело расставить. Так, у меня нет пока проводов. У меня есть нотгейт. А, они у меня с собой. Отлично. В принципе, что нам нужно сделать? Нам нужно вот сюда. Вот, наверное, даже сюда. Провести проводок. Отсюда убираем эту штукенцию. И здесь ставим наш нотгейт. Ставим его вот так. И при помощи нашей отвертки разворачиваем. Там у него вход, с этой стороны у него выход. Более того, выход я ему сделаю только спереди. Здесь у нас с вами будет проходить провод. А провод мы с вами должны сейчас получить как раз вот из этих вот штукенций. У меня их есть 9. Это будет приличное количество проводов. Я думаю, мне этого хватит на ближайшее время. Возможно, даже мне этого хватит вообще. У меня их теперь 36 штук. Соответственно, вот здесь будет висеть кнопка. Да, давайте я, наверное, сюда сразу повешу. Хотя нет, это неправильная идея. Сначала мне здесь нужно будет вот эту вот штуку заменить на микроблоки. Так, провода идут вот таким образом. По идее, сейчас дверь должна быть закрыта. Да. Это сработало. Теперь как бы мне провод подвести вот сюда. Не сильно поломав себе дом. Наверное, можно попробовать вот с этой стороны это сделать. Так, и надо вот, наверное, пока вот этот вот проводок я уберу для того, чтобы иметь возможность... Ах ты, блин, он по одному проводу работает. Да, я совсем забыл, что дроу-бриджи друг другу успешно передают redstone сигнал. Так, ты мне тоже больше не нужен. И вот сюда, значит, нам нужно с вами провести проводок. Интересно, ты присоединился или нет. Как это проверим? Проверим мы это вот так. Звук был. Звука нет. Единственное, что почему ты работаешь в обратном направлении. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это будет весело. Так, давайте-ка я себе открою сейчас вход с другой стороны, а то я здесь не могу так нормально перемещаться. То есть, если я сюда подаю redstone сигнал, то, видимо, вот до этого дроу-бриджи он все равно доходит. А как он умудряется доходить тогда сюда? Он же не должен этого делать. Это немного не то, что я хотел бы увидеть. Ладно, давайте тогда попробуем сделать немножко по-другому. Давайте попробуем, наверное, тогда наш гейт пересадить сбоку. Поставить его не вот сюда. Поставить его вот туда. Насколько я помню, они могут вешаться на стенки. И перевернуть. А, нет. Все было правильно. Единственное, что выход у нас только сверху. И отсюда уже провести провода. Сделать вот так. Ну и почему ты не работаешь? Потому что здесь есть сигнал. Так, сигнала нет. И дверь закрыта. Так, сигнал есть. И дверь открыта. Отлично. Так, теперь, собственно, вопрос. Наверное, нужно вот отсюда убрать вот этот вот блок. И сделать из него стеночки. Стеночки мы с вами делаем при помощи фордж-микроблоков. Таким вот образом. Единственное, что мне они нужны еще тоньше. Даже, наверное, еще тоньше. Самые-самые тонкие стеночки. Восемь штук мы с вами получаем. И теперь вот сюда нужно поставить проводок. И его закрыть стенками. И хи-хи-хи-хи. Вот здесь-то как-то некрасиво получается. Хотя, наверное, могу я немножко пожертвовать вот этим вот кусочком. И сделать вот так. Интересно, будет ли это работать. Не будет. Не будет это работать. Почему? Потому что вот здесь стоит блок. Или потому что ты, в принципе, не пропускаешь сигнал. Ты, в принципе, не пропускаешь сигнал. Так, как-то вот такой засады я не ожидал. Так, ну кто-то там опять куда-то пошел. Тогда план меняется. Тогда, наверное, нужно сделать вот так. Да, так работает. И вот, что называется, с дури башки разрешил людям идти в Deep Dark. Сейчас, секунду. Итак, все аккуратненько закрыто. Вроде как все даже неплохо. Давайте теперь разберемся с кнопками. Допустим, сначала я себе сделаю левый выход, потому что почему-то кнопок вместо четырех я сделал две. Ну, без разницы. Ставим сюда кнопку. Дальше Shift правый клик на кнопке. И можем здесь количеством помещаемых предметов задать задержку. Сейчас она 64 тика. То есть нам этого вполне себе хватит, чтобы выйти. Как только мы вышли, дверь за нами закрывается. Я-то себе такую систему уже делал в одном из летсплеев. И она мне очень понравилась. Мне, на самом деле, очень понравилась какая-то работает. Ну, просто очень понравилась. То есть, в принципе, у нас с вами есть время на то, чтобы зайти. И дверь автоматически за нами закрывается. По-моему, то, что нужно. Давайте себе сделаем теперь еще две кнопки и настроим второй выход. После этого вернемся к нашей замечательной ячейке. Я думаю, она за это время уже давно успела наполниться. Еще две больших кнопочки. И еще два стака каблы. Соответственно, если бы я туда положил по полстака, задержка была бы в два раза меньше. Но вот ее оказалось не очень охватает на то, чтобы мне успешно, спокойненько пройти через дверь. Я не хочу, чтобы меня этой дверью успешно придавило. К тому же, если использую железные пруты из чизля, вполне себе могут они мне что-нибудь проткнуть. Замечательно. Единственное, что... Да нет, нормально. Я думаю, кнопка высоковата. Потом, наверное, нет. Сойдет. Жалко, что ей нельзя придать другой вид. То есть, нет вариации этой кнопки, допустим, из Скорпентер-блоков. Ну, ладно, ничего страшного. Так, ячейка наша с вами. И, кстати, теперь у меня еще есть немеряное количество этих самых проводов, которые тоже нужно куда-то определить. Так, ячейка заполнилась. Опять я пишу по-русски. Redstone Energy Cell. Так, вот такая нам теперь нужна. Мне нужно 3 электрума, 2 LED-а и вот такая штукенция. Все это у нас с вами есть. То есть, в итоге 4 электрума, 2 LED-а как раз осталось. Надо, кстати, поставить еще LED перемалываться. Есть ли он у меня? Есть, 26 штук. Энергии у нас с вами теперь много. Так что, давайте не будем ее жалеть. Так, и Redstone у нас там сколько-то было нужно? Не помню. Сначала вот такую штуку сделаем. Одну. Не надо нам столько. Теперь вот такую штуку сделаем. Отлично. Ячейка на 10 миллионов Redstone Flax. Как нам ее лучше поставить? Кстати, даже, наверное, сделаем мы с вами немножко по-другому. Сколько у нас здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть проводов. Где-то у меня здесь было упрочненное стекло, которое я сделал. Шесть проводов. Это одно стекло. И два электрума. Я себе хочу заодно, уж если я сейчас здесь буду разбирать свой замечательный пол. Господи, что я делаю? То надо бы здесь сразу поменять кабель. На более продвинутый. Так, это мне нужно 12 Redstone. Я думаю, что это будет процесс достаточно быстрый. Делайся. Так, вот здесь, соответственно, будем разбирать себе пол. Четыре, пять. Да, вот отсюда. И здесь у нас стоит ячейка. Вот я думаю, оставить здесь эту ячейку или все-таки сюда поставить уже более мощную? Нет, наверное, поставлю-ка я сюда уже более мощную ячейку. Главное, чтобы у меня к этому времени провода уже заполнились. Теперь можно отсюда совершенно спокойно убрать эти провода. Три, четыре, пять, шесть. Убрать отсюда ячейку. Использовать ее, собственно, как запасной вариант для чего-нибудь. Сюда поставить вот такую. Так, и энергии почему-то у тебя нет. Потому что снизу ты отдаешь. Снизу ты должна принимать, отдавать ты должна слева. И, соответственно, сюда поместить более продвинутые провода. Отлично. И все, энергия набралась. Все снова работает. Прекрасно. И здесь у нас идет энергия. Тоже все хорошо. Значит, мы с вами все правильно сделали. Давайте. Я сейчас верну пол и вернусь. А при всем при этом YouTube я только что посмотрел на время записи. И мы с вами записали уже совсем-совсем немало. Так что я вынужден с вами попрощаться до следующей серии. Надеюсь, что вам понравилось. С вами был Зиза Хедж. Увидимся. Счастливо.